Что вас связывает с Украиной? Меня связывает с Украиной? Да, то, что я человек. Как вы относитесь к спецоперации России на Украине? Вообще, эта спецоперация, так или иначе, я считаю, длится уже 8 лет, и за эти 8 лет она принимает чудовищные формы, и мы все наблюдаем за тем, какие она формы принимает. Искусство не должно молчать, особенно сейчас. Я думаю, что мы должны выражать свое мнение, как бы это страшно и больно не было. Я не хочу, чтобы была война. А что я сделала? Можно мне документы? Я не хочу! Зачем вы меня заставляете? Я не хочу садиться! Осторожно! Я не хочу! Если каждый человек продолжит, наверное, соглашаться с тем, что ему диктует его власть, то ничего хорошего из этого не будет. И мы просто осянемся рабами. Это нормальное видео получилось? Конечно! Меня зовут Евгений Малышев, я живу в Пензе, и я автор этого видео. Субтитры делал DimaTorzok Как вы относитесь к войне с Украиной? Пытаюсь сдержать нейтралитет. Мы гибнут и наши солдаты, которых этих молодых, их жалко. Но вот натысков мне не жалко. Они пацифисты, они против наших матчей. Мы проводим социальный опрос, собираем независимые мнения людей. Вы можете сказать свое мнение на видео, мы также ставим видео в публикуме, если вы хотите. Вы имеете право сказать любое мнение, а также мы имеем право собрать любое мнение. А сейчас это называется предательство. Понятно? Ваше мнение было очень новым. Молодцы! С вами! Хорошо, мы обязательно это опубликуем. Мне свою личность скрывать не стыдно. Давай. Я ее не скрываю. Хоть знать будем. Вы поддерживаете войну с Украиной? Я поддерживаю террористическую операцию против нациков и фашистов. Так, то есть у полиции до этого не было к вам вопросов? Нет, в этот момент, когда мы ходили, снимали их у полиции, прошли людей, они не подходили, вопросов у них не было. Что вас связывает с Украиной? Я считаю, что русские и украинцы это два братских народа, которые не хотели между собой ссориться, но амбиции властей России и Украины такие, что в 2014 году начался конфликт, который перерос теперь в военную стадию. И считаю, что наши две страны должны быть вместе и должны с собой дружить. Что вас связывает с Украиной? Меня с Украиной связывают мои близкие довольно мне друзья и сочувствие к простому народу, который терпит на себе все тяготы войны. Я считаю, что это не должно быть. Конечно, я думал, что меня уже ничего не способно так вот сильно удивить или шокировать, но заявление о том, что Россия может применить ядерное оружие, это прям было, конечно, молодец. Володя удивил вот этим очень. Удивил в плохом смысле, конечно же. Из-за статьи какой-то там насчет государственной символики мы решили, что они будут героями Марвел. И, к счастью, у Марвела и у DC есть герои, которые в точности повторяют по цвету некоторые флаги некоторых стран. Например, у нас была ядовитый плющ, красно-зеленая. У нас была Джин Грей или Феникс, желто-синяя. И, наконец, Капитан Марвел, бело-синий-красный. Истории стран, в данном случае трех стран, они смешиваются на полотне истории, они переплетаются, они оставивают неизгладимые следы. Война и комиксы Мое мнение по поводу всей этой ситуации, что в целом война это не решение проблемы, это не круто, это не классно. В 21 веке, 22 год уже наступил и люди до сих пор занимаются этими грязными вещами, это просто отвратительно. 24 числа, около 8 вечера, я вышла на одиночный пикет на улицу. Я постояла минут 10, наверное, в общей сложности, люди проходили мимо, кто-то кричал мне слова поддержки, кто-то останавливался и обнимал меня, утешал меня, потому что в какой-то момент я начала плакать. Естественно, собирался народ, кто-то меня фотографировал, но они все стояли далеко от меня, никто не стоял рядом со мной и не кричал, что-то не говорил. Я не хочу, чтобы была война. А что я сделала? Зачем ты меня заставляешь? Я не хочу ходиться! Я не хочу! Я не хочу! Я не хочу! Мне пытались принудить осознаться в том, что мне проплатили мой выход, что все люди, которые там были, это не случайные граждане, что все это моя группировка, что мы заранее со всеми договорились, со всеми этими людьми, которые там были, при условии, что я вообще не знала всех этих людей. Они просто подходили, успокаивали, поддерживали. Вот, что все это группировка. Что-то спросили про штаб Навального, причастна ли я к этому, разговаривала ли я с главным, с человеком, который курирует все это движение в Пенниской области. Вот, я была немножко удивлена этому, если честно. Но, в целом, да, в общем, пытались принудить меня к тому, что это был не одиночный пикет, который разрешен по закону, а собрание, митинг против войны. Вот такое вот действие. Что бы вы сказали сейчас президенту России? Грубо говорить нельзя, да? Слушайте, это сложный вопрос, если честно. Просто хотелось бы, чтобы он был более человечный и не забывал о том, что его страна, это его семья, это его дом, и он должен нас защищать и должен нас оберегать, чтобы нам было хорошо. А не только ему и людям, вышестоящим, вот и все. Просто хотелось, чтобы он уважал нас. Да, я думаю, чтобы он просто не забывал о своей основной деятельности, вот, и о том, что он должен, должен быть более миролюбивым, наверное, и более человечным по отношению хотя бы к своим гражданам, вот. И только потом уже, наверное, можно решать какие-то другие проблемы и вопросы. Я думаю, так. Наверное. Все. Субтитры создавал DimaTorzok